Ну что, всем привет, с вами Аннет. Сегодня мне бы с вами хотелось поговорить об одной из книг моего любимого автора Грэма Джойса. Прошу не будет с Джеймсом Джойсом. Возможно, мы на самом деле всего лишь снежинки в этой большой снежной буре. Мы все время падаем, сталкиваемся, разлетаемся в разные стороны, в конце концов приземляемся и таем. Роман Грэма Джойса «Безмолвная земля», второй после легендарной для меня лично зубной феи. Грэма Джойса я могла бы по праву назвать талантливым мистиком, после произведения которых по телу начинают пробегать нестроенные ряды мурашек. Действие данного романа разворачивается в курортном городке Франции, Альпы. В общем, в этот курортный городок приезжает молодая супружеская пара из Англии. Хотя почему-то, в моем воображении, мне казалось, что им по 30-35 лет. Ну не то, чтобы они старые, но и уже не такие молодые. Anyway. И в первый же день на горе их накрывают лавиной. Чудом выкарабкавшись из-под снега, наши персонажи, Зои и Джейк, сетуя на нерасторопных спасателей, потихонечку начинают спускаться к своей гостинице у подножия горы. Немного отдохнув у себя в номере, они решают подкрепиться. Но, к своему удивлению, они обнаруживают, что гостиница абсолютно пустая. Ни персонала, ни постояльцев, вообще никого. Полное безмолвие. Немного поразмыслив, Зои и Джейк решают, что наверняка всех просто эвакуировали из гостиницы, потому что сама гостиница располагается на потенциально опасном участке. И они приходят к выводу, что им тоже надо убираться отсюда. Они находят подходящий транспорт, просто-напросто они угоняют автомобиль. И пытаются выбраться из своего поселочка, чтобы уехать в более безопасное местечко. Но, немного покружив, дорогу выводят их снова. Той же самой гостинице, из которой они буквально полчаса назад уехали. В поисках безопасного укрытия наши персонажи пытаются выйти из своего поселка пешком, пытаются съехать по другую сторону горы на лыжах. Но, к сожалению, их попытки не могут увенчаться успехом. Эта история чем-то отдаленно напоминает мне фильм Лангольеры по одноименной повести Стивена Кинга. Ну, очень отдаленно. Но, тем не менее, Грэму Джойсу в саспенсе не откажешь. Я читала эту книгу в полумраке, только лишь при свете ночника, и чтобы как-то себя подбодрить, иногда включала в определенные моменты веселенькую музычку на телефоне, чтобы разогнать весь этот страх. Да, определенная книга мне понравилась, развязка была достаточно неожиданной, хотя в какой-то момент, примерно на середине книги, начинаешь думать, что ты понимаешь весь замут данного романа. Но о некоторых минусах данного романа мне все же хочется рассказать вам, чтобы предостеречь натур более нежных и восприимчивых. Во-первых, стиль речи переводчика может вызвать недоумение уже на третьей странице повествования. Несколько вольные для литературы выражения, просторечия, они оставляют такой небольшой осадочек надругательства над восприятием, воображением читателя. Но примерно через треть книги это проходит, так как сгущающаяся атмосфера романа, она не допускает уже подобных вольностей. Вторым минусом я бы обозначила некоторую пошловатость интимных моментов, хотя, насколько я знакомлена с произведениями Грэма Дройса, подобная распущенность она сквозит практически во всех его произведениях в той или иной степени, даже в моей любимой зубной фее. Ну, пожалуй, это самые главные минусы данного произведения. А к плюсам произведения можно отнести то, что главных героев всего двое, и не приходится лишний раз путаться в описаниях, и мы можем увлеченно следить за действиями наших персонажей, и развитием их взаимоотношений в условиях полной изоляции и полной всепоглощающей тишины, лишь изредка нарушаемой рокотом снежных гор и редкими видениями, кому, когда и как читать данный роман. Я советую выделить один-два вечера на это произведение, налить большую кружку чая или кофе. Лучше, конечно, если кто-нибудь всё-таки будет дома, на тот случай, если вам станет совершенно страшно, но если вы всё-таки одни, то рекомендую не выключать свет полностью, особенно если вы слишком впечатлительны. Пусть рядом будет кто-нибудь, с кем вы можете лишний раз поделиться своими эмоциями и мыслями по поводу данной книги. Что касается гендерных ограничений, то их абсолютно нет, хотя мне кажется, что финал впечатлит, скорее всего, именно читательниц. В заключение мне бы хотелось сказать, что данное произведение, роман «Безмолвная земля», стал для меня в своём роде горнолыжной книгой, в том смысле, что, лавируя между и над пошловатыми вульгарными кочками, я ловко уходила вглубь трассы произведения, и к концу я всё-таки вырулила с замиранием сердца, с замиранием дыхания на ровный финал, который не оставил меня равнодушной. Ну, что ж, я советую вам прочитать данную книгу, пока за окном ещё идёт снег, пока ещё у нас не закончилась зима. Ну и до встречи с книжкой за чашкой чая. Пока!